всем привет итак новая джета уже официально она стоит уже с ценником давайте посмотрим сколько же она стоит и более досконально уже мы посмотрим в салоне и так далее так давайте сначала как обычно посмотрим цену volkswagen jet respect это у нас средняя комплектация двигатель здесь стоит атмосферник 110 лошадок 6-ступенчатый автомат цвет кузова белый обивка солонат ткань черный титаниум колесные диски литые sacado здесь давайте бегло светодиодные головные фары режим дневного света фар функции coming home 6 динамиков интерьерные светильники светодиодные задние 3d фонари круиз контроль пройдет туманных фары с подсветкой поворотов обогреваемые форсунки и мавателя лобового стекла app connect разъем usb-c старт на подъеме электромеханический стояночный тормоз климат контроль датчик дождя мультируль датчики парковки спереди и сзади атмосферная подсветка салоном до 10 цветов как видите здесь топов нет вот она как пришла все ее даже не допили и цена 1 миллион 690 тысяч рублей спецпредложения на данную модель ежемесячный потеш 13000 106 106 4 рубля ну давайте еще раз вот более плотнее посмотрим принципе в принципе достаточно симпатичная морда я так считаю стиле volkswagen такой корпоративный стиль ну сейчас ну не то что мода такая вот сейчас везде так дело так что здесь придираться собственно и не к чему у нас много хрома вы штамповки смотрите раз два три 4 5 у нас 6 до 6 эти вы штамповок таких тут как-то разбавление эти самый капот и просто если бы он был ровный согласитесь такой огромный капот просто ровный как узел а он бы не смотрелся датчики парковки спереди ну то есть машина вот в принципе то что то что нужно вот машине все стоит согласитесь смотрите какие нас диски достаточно красивые резина брестон здесь пластик и вот виде у нас доступ к лампочкам прям как на вести брызговиков не спереди не сзади нет повторить ли порота в зеркалах вин ну и тут в общем то видите как все легко здесь чистится будет что с ней что листья то есть ухаживать за машиной будет хорошо вот смотрите у нас тигуан видите как здесь вот ладошка уходит то о чем я вам постоянно говорю что когда вот так сделано то человеку будет меньше работы и легко ухаживать здесь у нас как видите есть и вода от воды большие кстати зеркала смотрите какие огромные бесключевой доступ что сзади предлагает уже фетр в арках но и тут видите как интересно что вот эта часть почему-то они решили не защищать тут как есть таки есть но понятно что дисковые тормоза антенна коли плавник сзади дачки парковки немного хрома здесь добавили ну давайте посмотрим багажник крышка прям сама рвется вверх видите как она поднимается высоко без всякой помощи отлично что мы наблюдаем петли и полотокрышки голый металл вот немного здесь они закрыли пол крышки пол крышки практически нет ну тут раз ручка два ручка и все ну вроде как все хорошо закреплено багажник большой меди как мы здесь потянули и у нас спинка отстегнулась то есть еще можно будет легко положить но сама она не упала тут что-то можем поставить закрепить ведь нечем не лямки ничего тут принципе тоже ниша вот как-то вот так получается имеется подсветка давайте посмотрим что тут видите как тут все практически вот раз-два-три небольших этих вибро проколдушечки проклеили и собственно еще у нас докатка 2570 r18 наград инструменты и все ну в принципе ты понимаешь что полноразмерная запаска тоже войдет и вот такой он среди полик тоненький но здесь пластик то есть так вот легко можно все это делать смотрите вытащить и прямо со шланга все это помыть то есть 2 пышкой бы она раскисла здесь пластик все это легко моется но его собственно эти как тут все без полика достаточно все здесь хорошо сделано то есть ничего не болтается не гуляет нормально закрываем ох ты чё . так все закрылась хорошо хорошо что тут неинтеллированный бензин минимум смотрите 92 но у нас мотор здесь 110 лошадок видите тоже еще возможно что ну типа под газ соответственно у нас видите какой большой лючок бензобака зад видите такой массивный получился а вот тут в арочках то чуть-чуть видите как колесики у нас и так то немаленько есть сколько еще видите вот у нас это зазор между колесом и самой аркой как-то вот чуть-чуть несуразно смотрится легкая тренировка как я понял ну и как вам джета ох какой тяжелый капот знаете на шумка имеется мплой напомнить что автомат такой же будет идти и с мотором 1 и 4 150 лошадок внимание вентилятор ну и так далее все понятно так очень движок вот палка у нас естественно что нет газовых упоров видите такая пимпочка пластик не обломались поставили молодцы но тут всем известный движок 16 довольно таки неплохо все сделано как бы капот не уронить тяжелый класс тихо закрылась так все огромный капот давайте посмотрим что в салоне предлагает видите как здесь уже новая платформа есть все четко как у взрослых машин дверь закрывается вот так то есть нормально все и у новой октаве тоже так будет а у пола все надеялись что будет тоже вот так весь но все но аппендикс такой останется ну да ладно смотрите у нас по всему периметру двери идет уплотнитель тут тоже все четко все отделано мягким отлично тут тоже все тело мягким и здесь тоже ставка кожаная хорошо ручка открытие багажника нормальной месте ведь у нас странный замок бутыльник видеть у нас есть динамик и как то вот то вот так вот все другой рисунок они решили сделать но вот так у них саморез видите здесь у нас атмосферная подсветка 10 цветов у нее есть единственное что мне не нравится что вот этот электро регулировки зеркал они отсюда и спрятали туда неудобно лада у меня пальцы таки а есть который толстые пальцы тут будет проблематично чуть-чуть отрегулировать хотя они редко регулируются тем не менее тут нас ведь еще зеркалах маленький такой диодик то есть если вы вы включили поворот и вам напоминает что поворот включен все ветра стеклоподъемники авто и блокировка стекол собственно и все что здесь что мне нравится тут нет ничего то есть некие наклады ничего нафиг туда не нужно лифт сиденья и углы наклона спинки все поясничного подпора здесь нет у нас тканевый салон ну давайте теперь присядем еще так педальный узел максимальная сидушку отодвинул вот видите даже до педали газа не достаю вот от слова совсем достаточно много места внимание низкий уровень заряда а к б выпустить или или выключить его фото имеет найти как-то все расположено глянец тут четко все работает все ходит еще здесь видите воздуховоды динамик стандартно по-вагазки работа со светом маленькая тк крутилочка руль в коже мульти руль по высоте поворота регулируется голосовое управление работа с бортовым компьютером круиз-контроль и так далее у нас такой небольшой экранчик радио медиа телефон настройки голос достаточно быстро все работает память станции дорожная назад настройки ну в общем все привычно все всем знакомо такой вот экранчик ну и медиа карты здесь отсутствует меню радиотелефон автомобильной стройки звук app connect носителей высокий среди ну это хорошо здесь опять же смотрите вот у нас два разъема тайп-си вроде как современно с другой стороны получается что все уже нужно это переходник чтобы допустим у вас любимая там какая-то флешка или что-то еще то как переслушать надо чтобы был только приходник то есть нужно покупать дополнительно кабель достаточно много места здесь даже два или три телефона войдет больших коробка автомат кнопка запуска двигателя электронный ручник прикуриватель по моему здесь до виде полноценный включение датчика парковки пепельница здоровая курить можно долго пока она наполнится ну и что видимо здесь динамик глонасс и соответственно столько один подстаканник другой какой-то ниши больше не предусмотрено ну вот такое дело издержки еще одна ниша и больше здесь ничего не положишь давайте же здесь мы закончили эти как к соль несколько так развернута к водителю что очень удобно тут тоже все в глянце воздуховоды аварийка ну и что климат-контроль он здесь двухзонный подогрев рубля имеется ради зоны обдува рециркуляция и так далее кондиционер здесь все это понятно скорость работает вентилятора ведь у нас такой бокс-позоходник он глубокий ну и тут еще зачем-то светлым отделали зачем непонятно снизу такая мягкая прокладка не бренчало но это я что-то не понял по поводу движение поможет нету просто просто подняли опустили чтобы здесь вот так зафиксировать такой я тут не нашел не сдвижной просто никак хорошие здесь боковые упоры тут тоже все на высоте ремни по высоте регулируется подголовники так у нас еще и по высоте регулируется ручки утоплены в крышу есть микролифт зеркало со шторкой подсветки как видите здесь нет но у нас понятно сейчас пока все отключено ну и тут у нас тоже нити зеркало со шторкой подсветки нет . месяц и микролифт тоже ну что хочу сказать вас любим в глубине души где-то очень глубоко сидеть достаточно приятно в машине еще без салфаны вообще будет классно но но с таким движком 110 лошадок я так понимаю что мало кто будет покупать спросил на хоть одну продали привезли три машины вот это белые в средней капитации потом все было в топе машина тоже белые и еще одна она что-то там типа синее она будет ты здраве там кожа салон все такое так вот получается что продали тоже машину в белый в белом цвете и в полной комплектации там уже турбомотор автомат вот такую машину уже продали вот осталось у них вот это еще будет теста все будет пока ближайшие поставки наверно только будут аж в июле ну и пока девушка мне говорила пока мы изучаем спрос значит напомню что это у нас машина стоит 1 миллион 690 тысяч здесь нет никаких допов кстати давайте сразу и посмотрим здесь такой просто тупо ящик он большой ничем не отделан и все вот так решили не заморачиваться ну да бог не смотрите значит вот это наша машина у нас в комплектации респект у нас 110 лошадок автомат стоит и машина стоит 1 миллион 690 тысяч рублей то есть вот такая цена указана там на штендере здесь допов нет вообще никаких так вот если вы захотите купить машину не в белом цвете то вам нужно будет доплатить 16 тысяч 500 это получается сколько уже будет машина стоит допустим черная не знаю там синие красное зеленое это далее уже будет машина стоить 1 миллион семьсот шесть тысяч пятьсот рублей без всяких допов то есть как бы к чему говорю да что уже какая-то цена такая очень-очень кусается ну и смотрите в топе машина вот которые купили с турбомотором и автоматом без всяких допов 1 миллион 860 тысяч рублей но и и западая за цвет она же бы стоить 1 миллион восемьсот семьдесят шесть пятьсот но это я считаю что все таки дорого ходит турбомотор но и что смотрите нас респект чем статус отличается там будут стоять другие диски там уже будут бамперы с хромированными элементами будут светодиодные фары ближние и дальние света проекционного типа дальше чем вот отличаться но сидение будут из искусственной кожи потом переднее сидение типа спорт и водительское сидение будет с электро регулировкой текстильные коврики спереди и сзади потом что еще добавляется центральный подлокотник сзади и добавится регулировка пластичного подпора перенеси день и водителя с литоприводом вот такой вот все и собственно все вот все эти которые будут чем будет отличаться в этот статус комплектация то есть топовая разница в цене уже почти 200000 нифига но и что смотрите что можно ну тут еще система навигационных будет стоять ну тут по мелочи совсем уже все что можно вот если у вас вдруг возникнет желание докупить вот допустим вы как-то сыграть допустим это вас ну подешевле взять и вот а с пакетами но тоже как-то странно все смотрите у нас допустим вот в базе машина будет стоить в белом цвете 1 миллион 545 тысяч с автоматом и вы сможете только докупить пакет плюс в который входит салонное зеркало заднего вида с автозатемнением датчик дождя и противогонная система 18500 ну честно говоря вот глупый какой-то пакет кто захочет за это платить не знаю пакет навигация стоит пятьдесят пять тысяч пятьсот получается что здесь будет navi система дисплей будет 8 дюймовый usb вход для поджира задних сидений голосовое управление камера заднего вида ну вот я не знаю это захочет за такие деньги еще вставлять машина уже будет стоить 1 миллион шестьсот вот с этим с пакетом ну и то что еще обидко синие искусственной кожи вы можете заказать за 76000 датчики парковки сзади и спереди 22 500 и литье 16 за 33 тысячи вот она вам надо дальше что вот этой капитации респект вы можете что докупить сюда вот доставить пакет навигацию еще раз навигационной системой и дисплей уже будет 8 дюймовый и еще здесь будет сзади usb вход для поджиров задних сидений тайп-си голосовое управление камера сзади виды все и больше вы сюда доставить ничего не сможете понимаете как ну и вот еще для статуса да тут начинается что пакет плюс для версии статус 110 лошадок а для 150 лошадок пакет плюс что входит система распознавания усталости водителя выбор профиля движения это ассистент управления головым светом light ассист зеркала с подсветкой из солнца щита за козырьках ну крутая опция поранный люк приводом подъема открывания потолочный консоль с отсеками для хранения ну и тогда машина вы будет уже вообще стоит по 2 миллиона получается что я считаю что это все таки дороговато как считаете за 2 миллиона почти топовая джета ну наверно есть какие-то более разумные предложения видеть там кроссоверов и не знаю там или там тоже mazda 6 за камри там и так далее как считаете пишите в комментариях ну что в принципе все мы сами тут посмотрели давайте устраиваться поудобней и потом пойдем уже да вот так наверно мне будет удобно ехать четко все где нас какая приборка ну тут в общем все удобно сидеть до мягенький подлокотник биту тоже все подоконно линия на общем расположена классически нормально по-немецки здесь ведь у нас мягкий вверх все отлично но низ уже твердый а так здесь вот все отделано мягким идете назад до хотя бы 1300 скинули ну 200 до 200 то я думаю что машина бы и пошла но пока пока мне кажется не очень будет машина продаваться принципе большой проем здесь тоже можете у нас уплотнитель хорошо тоже мягкий подлокотник и здесь уже у нас твердый вверх ну в общем как и ожидалось здесь тоже идти на динамики такой рисунок не поймет чего вот так под бутыльник ну тут тоже саморез не стали за не париться с пистонами электростеклоподъемник давайте присядем садимся сами за собой при моем-то росте со всеми два сантиметра здесь есть просто место просто навалом так машина стоит миллион 690 смотрите кармана нет кармана нет вот где складывать какие-то шмотки там не знаю там тот термос закрепить что куда чего положить ничего нету здесь не розетки нет ни фига не выхода нет ничего понимаете кого-то слова совсем зато голосом идет вот такой высокий тоннель ну сколько сантиметров наверно но 20 не знаю здесь имеется крючки такой маленький плафончик видите как зато он расположен прямо у нас заднее сиденье здесь микролиф вешалка и там тоже есть вешалка ну но сидеть в общем то удобно смотрите раз два три почти четыре ладошки широкие сиденье уголок у нас и не кстати тоже классный сидишь как на диванчике дома все хорошо тут тоже все удобно динамики что-то здесь ну или еще над головой где-то вот так предлагает нам здесь три подголовника и здесь видите так все спинка естественно у нас делимая а тут предлагает что виде как просто тупо пластики все с одной стороны легко умоется с другой стороны хотелось бы чтобы здесь тоже отделка была мягким с одной стороны приятнее и одно и типа что-то шумоизоляции вот видели да мы там дернули за рычажок и вот спинка сама она этих отшелкнулась а падать она не падает такой вот видя нас такая разная высота где-то сантиметр наверно 9 разница и вот тут видите как все это складывается такой стол закрываем ну тоже вот видите здесь голый металл корейцы когда они пытаются в солярице здесь это закрыть а здесь вот почему-то так но не знаю может быть в более дорогой капитации силы все закрыто все закрыли что вам хочу сказать принципе мне нравится вот как все это здесь выглядит тонировочку сделать ну блин мотор слабенький можно конечно с более дорогим купить мотором но уже машина бы стоить почти миллион девятьсот честно говоря честно говоря уже ну вот допустим претендент стоит за такие же деньги ну и там уже сразу в базе идет три зоны климат-контроль и куча куча всего понимаете как то есть за те же деньги больше машины еще раз давайте смотреть что здесь нам предлагает мягкий верх консоль развернута к водителю что вот это удобно до зоны климат-контроль здесь а есть атмосферная подсветка электронный ручник отключение датчиков парковки и руль в кожи мультируль по вылету и по высоте регулируется все электростеклоподъемники мягкие подлокотники есть бокс подлокотник спереди правда здесь нет регулировки по высоте и он не сдвижной но есть у нас нет здесь очищника и тканевых сидений вот все что мы здесь имеем и вот эта машина в белом цвете стоит 1 миллион шестьсот девяносто а заплаты за свет один миллион семьсот шесть тысяч пятьсот вы готовы отдать эти деньги за вот новую джету ждали 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 и вот как говорится дождались спрашивая у парней что-то у нас полосе данными сказали что уже можно делать заказы вот-вот-вот-вот скоро возможно в конце июня уже привезут первые пола возможно привезут так что ждем ну что выходим в принципе это отчет все здесь хорошо красиво но цена цена будет где я так понимаю отпугивать что не говори вот это будет решающий фактор цена хорошо все закрывается мягенько это бесспорно ну вот так пока все вот так я так понимаю еще раз повторюсь у мысли что они пока будут изучать спрос то есть если бы они локализовали сборку у нас в россии то возможно цена бы была 1000 на 200 на 300 той больше дешевле но видимо не хотят они париться пока изучает спрос то есть если будут потихоньку брать будут возить не будут спрашивать ну и не было у нас уже и год бог больше года да ну и вообще не будет в европе же отказались от jet и все в европе больше jet не продают вот так ну на это все тогда пишите комментируйте будем ждать уже более дорогую комплектацию всем счастливо и и и и Продолжение следует...